В Луганской области находится наш корреспондент Роман Бочкала. Роман, что сейчас происходит в области? Какие последние новости? Добрый вечер, студия. Из области поступает противоречивая информация. Вот конкретно здесь, в городе, где я сейчас нахожусь, а верить в этой ситуации можно только собственным глазам. Так вот, в Луганске сейчас достаточно спокойно и ничего экстраординарного в течение дня не произошло. Ну, я имею в виду какого-то экшена, как вчера, когда здесь пытались чуть ли не брать штурмом местного администрации, такого ничего не было. Но в то же время произошло одно событие, которое, я не побоюсь назвать, поворотным. Вот что мы имеем на данный момент? С одной стороны, у нас по-прежнему здесь, в Луганске, продолжается пророссийский протест в сквере напротив захваченного управления СБУ. Но вот с сегодняшнего дня, как мне показалось, он перестал прирастать новыми сторонниками. Вот до этого люди постоянно приходили, новые записывались, появлялись все новые и новые палатки. А вот сегодня такого нет. И при этом параллельно все больше набирает оборотов другой альтернативный протест. Я бы даже назвал его не протестом, а вот такой акцией несогласных вот с пророссийским протестом. Его участники называют себя патриотами Украины, сторонниками единой страны. Они объявили о бессрочной акции. И теперь каждый вечер собираются возле памятника Тарасу Шевченко. Рома, внимательно слушаем тебя. Что сейчас происходит в области? Да, так вот, я не договорил. Самое главное, что сегодня произошло, патриоты Луганска, проукраинские настроенные граждане города и области, приняли решение о создании самообороны. Это будет, ну, такое некое военизированное подразделение. Оно будет действовать по тому же принципу, что и на Майдане в Киеве. То есть сейчас уже организуются сотни, выбираются сотники, десятники. В это подразделение записалось уже более 500 человек. И вот этот вопрос, он сейчас вызывает дискуссию, поскольку непонятно, что это будет за оружие, кому в руки оно попадет и с какой целью будет использоваться. Милиция пока что не в восторге от этой идеи, но организаторы самообороны подчеркивают, что будут действовать только с ведома МВД и местных властей. Вот сегодня после обеда этот вопрос очень активно обсуждался в местной обл. администрации. Сейчас рядом со мной здесь находится первый заместитель губернатора Луганщины. Ирина, скажите, пожалуйста, вот какое решение было принято? Вы знаете, мы приветствуем создание Луганской самообороны, поэтому это необходимо и это актуально. Сегодня в областной администрации состоялось первое заседание штаба, куда вошел губернатор области, генерал милиции и я. Вы не боитесь, что на улице окажутся люди с оружием в руках? Вы знаете, есть два этапа создания этой самообороны. Первое, это те отряды, которые созданы сегодня у нас в центре города. Второй этап, это отряды, которые будут созданы при МВД, которые будут подчинены непосредственно милиции. И поэтому вот этим... Какая цель этого формирования? Защита наших луганчан, защита порядка. От произвола, который сейчас на улицах города. Ни для кого не секрет, что сейчас идет захват СБУ. Ни для кого не секрет, что сейчас вооруженные люди находятся на территории Луганска. Вы не опасаетесь, точнее сказать, вы уверены, что эта самооборона, она будет стоять все-таки на страже украинской государственности, а не станет находкой для российских СМИ, новой страшилкой про людей с оружием с украинскими флагами? Я уверена, что эта самооборона будет на защите именно наших луганчан. Потому что многих из этих ребят я знаю, и это настоящие патриоты Луганщины. Студия, вот таким вот образом в Луганске, в Луганской области стараются сохранить украинскую государственность. Спасибо, Роман. Роман Бачкалай из Луганска об организации отрядов самообороны в городе.